МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе на сегодняшний день уже проводятся демонтажные и внутренние штукатурные работы. Полностью заменят кровлю, систему водоснабжения, отопление, электропроводку. Также будет смонтирована система безопасности, пожарная и видео. Кроме того, в капремонт включены спортивный зал и пищеблок. Обновятся мебель и оборудование. Школьные пространства будут оформлены в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России. Отметим, что в Тубе капитальный ремонт проводится в шести школах, а в целом в республике отремонтировано 40 школ. Участились случаи обнаружения свободно брошенных останков крупного рогатого скота на территории республики. В связи с этим региональная служба ветеринарии призывает животноводов вносить сведения в информационную службу Хариот для обеспечения маркировки, учета и идентификации животных. О системе и причине гибели крупного рогатого скота расскажет наш корреспондент. Согласно ветеринарно-санитарным правилам, павшие животные классифицируются как биологические отходы. Именно поэтому утилизация трупов животных осуществляется на специализированных предприятиях и только под контролем специалистов региональной службы ветеринарии. Как отметили ветеринары, крупный рогатый скот умирает от инфекционных заболеваний, а чаще всего, как показывает исследование, от истощения. Закапывание умерших животных в землю может привести к распространению инфекции и заражению почвы. Поэтому тут строго нужно соблюдать все правила безопасности. Владельцы должны, обязаны сообщить о падеже ветеринарному специалисту. Ветеринарный специалист приезжает, определяет причину падежа, каким путем делается он определяет, путем сжигания или скотомогильник. Владелец животного обязан незамедлительно известить Государственную службу ветеринарии о всех случаях падежа. После получения информации ветеринары осматривают павшие животные. При необходимости отбирают пробы для проведения лабораторных исследований. Они проводятся для установления причин гибели животного в целях исключения или подтверждения инфекционных болезней. Транспортировку этого биологического материала, то есть трупов, осуществляют местные администрации. Должны обратиться местные администрации вместе с совместными ветеринарными врачами. Либо утилизируют путем сжигания, либо скотомогильник утилизируют. С 2022 года реализовывается программа «Хариот». Это государственная информационная система в области ветеринарии, которая предназначена для идентификации и учета животных, а также для фиксации сведений о проведенных с ними профилактических, лечебных и других ветеринарных мероприятиях. На сегодняшний день владельцы более 150 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота уже зарегистрировали своих животных в системе учета. Средством маркирования являются бирки. Также ветеринары республики призывают чабанов вовремя прививать животных, чтобы предотвратить падеж скота. Зачастую перед стихийными бедствиями человек бывает бессилен. Поэтому важно быть бдительными и готовыми к возможным угрозам природы. На аппаратном совещании под руководством главы ТУВа Владислава Хаулыга специалисты Республиканского гидромедцентра доложили о риске поводковой опасности во второй половине апреля. О том, какие меры принимаются ответственными ведомствами, узнавал РС Мангуш. Поводковый период на территории Республики ТУВа по многолетним наблюдениям можно условно разделить на три этапа. Первый этап – подтопление талыми склонными водами – март-апрель. Второй этап – весеннее подтопление – май-июнь. И третий этап – летнее подтопление – июль-август, связанное с обильным выпадением дождевых осадков. С вопросами о прогнозах поводков на предстоящий месяц и проделанной работе для защиты от них Мы обратились в региональный гидромедцентр и Министерство лесного хозяйства ТУВЫ. По данным на 16 апреля на сегодняшний день снег в населенных пунктах уже сошел. В таежной местности, конечно, еще лежит, но мы не знаем сколько. И стоит отметить, что запасы воды в снежном покрове прошедшей зимой были значительны, выше нормы. Сейчас наблюдается активное разрушение ледяного покрова. Почти все реки уже вскрылись. Это раньше обычного. Лизостав еще наблюдается в верховьях Малого Енисея и на озерах. Но вот по многолетним данным, значительное повышение уровня воды в реках в апреле оттаяния снега у нас не зафиксировано. Только бывает склоновый сток, но это он на реке не реагирует, так дворы там, подтопление поселков. И от заторов. Надеемся, что в этом году уже заторов у нас не будет. Так что в апреле мы ничего серьезного не ждем. Хотя, конечно, надо быть готовым ко всему, так как погода приносит всегда сюрпризы. По поручению главы ТУВЫ сотрудники ответственных министерств и ведомств держат паводковый вопрос на особом контроле. Специалисты Министерства лесного хозяйства совместно с территориальным отделом водных ресурсов Министерского бассейна водного управления, Главным управлением МЧС России по республике ТУВА комиссионно провели проверку гидротехнических сооружений республики ТУВА в количестве 37 единиц с 26 марта буквально до вчерашнего числа. Проверка показала, что из 37 гидротехнических сооружений 20 не готовы к пропуску весеннего полагодия, 17 готовы. В настоящее время специалисты составляют акты проверок, где будут подробно отражены все недостатки, фото, материалы будут приложены. Эти акты проверки будут направлены администрациям муниципальных образований и собственникам, то есть чтобы они подготовили и приняли меры по ремонту, например, по ухаживанию своих сооружений. В мае в республике нас ожидает нежаркая погода. Среднемесячная температура варьируется от плюс 8 до плюс 13, что ближе к многолетним показателям. Ночью минимальная температура минус 3 градуса, а максимальная дневная равняется плюс 24 градусам. В середине мая ночью ожидаются заморозки. Прогноза погоды на лето 2024 года у синоптиков пока нет. РС Мангуш, Саин Андар, Азамат Айчур, телеканал ТУА24. В ТУВЕ экс-председатель городского округа Агдаурак объединяется в совершении коррупционных действий. Прокуратура республики ТУА провела проверку. В ходе надзорных мероприятий выявлен факт несоответствия расходов бывшего председателя администрации городского округа Агдаурак доходом его семьи. Прохранительные органы подали в суд исковое заявление об обращении в доход государства денежных средств в размере более 7 миллионов рублей, направленных на платежи по договорам лизинга для приобретения трех автотранспортных средств. Законность происхождения которых не подтверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Во обеспечении иска наложен арест в виде запрета совершать регистрационные действия по отчуждению, залогу и иному распоряжению на транспортное средство марки Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, номинально зарегистрированного на мать бывшего председателя. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Ранее по итогам прокурорской проверки мужчина был уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Продолжаем наш эфир. На заседании Комитета Верховного Урала был рассмотрен вопрос о проекте постановления парламента об обращении президента России с ходатайством о присвоении почетного звания России город трудовой доблести, городу Козылу. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. При этом проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность, станет ли Козыл городом трудовой доблести, узнавала наш корреспондент. 415 от физических лиц и более 100 обращений от различных трудовых коллективов поступили в адрес хурала представителей города Козыла. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники, потомки, историки, ученые и просто неравнодушные жители выступили с инициативой о присвоении Козылу почетного звания России «Город трудовой доблести». Вопрос сегодня рассмотрели на комитете Верховного хурала. Коллективы есть большие, есть маленькие. То есть в общей сложности это больше тысячи обращений, если считать всех граждан. В соответствии с федеральным законом мы эти предложения все обработали и направили в Верховный хурал. Значит, с этими обращениями они должны рассмотреть ходатайство о присвоении городу почетного звания. Верховный хурал соглашается с этими предложениями и обращается дальше к президенту Российской Федерации уже с ходатайством о присвоении данного почетного звания городу. Надеемся, что Верховный хурал примет данное предложение и положительно решит данный вопрос. В декабре 2019 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о разработке законопроекта по новому почетному званию «Город трудовой доблести». Его решили присваивать российским городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Моя бабушка там участвовала в шитье, там рукавист, трехпалок рукавистом и так далее. И мой отец работал на золотодобыче 15-летним, тогда в 41-м году. И всех молодых ребят 15-летних забрали на золотодобычу в имя ИМИ. Там они до победы, в Великой Отечественной войне, работали по добыче золота для нужд фронта, уважаемые коллеги. Поэтому вся экономика республики Турецко-народной была направлена на победу. И это однозначно и жители города Козыла, и жители нашей республики, они достойны этого звания «Города трудовой доблести». Поэтому и Верховный хурал, и комитет, и наши коллеги, наверное, вся Туа, весь миронациональный народ республики поддерживает эту инициативу и обращаемся с просьбой на имя нашего президента Владимира Владимировича Путина. Почетное звание учредили в 2020 году. С момента учреждения вышло 4 указа. На данный момент звания удостоены 53 населенных пункта. Необходимо отметить, что Тувинская народная республика внесла неоценимый вклад в победу Великой Отечественной войне. За годы войны поставила на нужды советской армии наша республика 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч полушубков, 19 тысячи пар рукавиц, 16 тысяч пар баленок, 60 тонн шерсти, 400 тонн мяса и так далее, и так далее. И все это безвозмездно. Мы не говорим сегодня о том золотом запасе, которое республика отдала для победы в Великой Отечественной войне. Я просто хочу сказать, что сегодня это действительно память, прежде всего, о наших родителях, о наших потомках, о наших родственниках. Принимая это решение, мы прежде всего, наверное, говорим и о воспитании того патриотизма, которым будет исходить в случае принятия этого звания, почетного звания города трудовой доблести. Оно будет прежде всего исходить для сегодняшних поколений и грядущих поколений в нашей республике. Для того, чтобы стать городом трудовой доблести, необходимо соответствовать ряду условий. Один из самых главных – это научное обоснование, необходимые документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны. Наш институт взялся за вот это научное обоснование. Нужно сказать, что работали мы очень плотно. Мы собрали за короткий период очень большой пласт архивных материалов, который вылилось в 366 страниц. На каждой странице мы это все скопировали, цифровали, и получил целый альбом, который мы сшили. И основное, конечно, это научное обоснование. Работали все историки нашего института. Мы направили наше научное обоснование в Российскую академию наук, так положено. Они, рассмотрев наше научное обоснование, перенаправили на заключение института истории Сибирской отделения Российской академии наук. Позавчера мне отправили уже положительное заключение. Ходотайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассматривается специальным оргкомитетом после экспертного заключения Российской академии наук. На основе заключения оргкомитета глава государства издает указ о присвоении звания. Мы полностью разложили по полочке вклад предприятий города Козлова. Тогда их было мало, но все-таки предприятий. Также очень много было кустарных цехов. И в процентном отношении, допустим, вклад нашей республики, численность населения была небольшая. Вот около 90 тысяч, а в городе около 7 тысяч, 6 тысяч с лишним. То, конечно же, очень весомый вклад. И самое главное, что за смену, допустим, вот эти цеха, выпускали лыжи, полушубки для наших советских бойцов, то выполняли план на 40 с лишним процентов. То, конечно же, это очень весомо. Не говоря о том, что несколько было красных обозов отправлено. Это огромный вклад. В городе, удостоенном такого почетного звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России. Ченчик Ашпукол, Айра Асад, Владимир Сертук, Азамат Учур, телеканал Тува-24. Правительство Республики утвердило дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан, проживающих в квартирах без индивидуальных приборов учёта. Как отмечается на сайте Кабмина, теперь при отсутствии таких устройств или при их неисправности семьи не будут оплачивать услуги по воду и газоснабжению за своих отсутствующих родственников в период прохождения ими военной службы. Коммунальные услуги будут рассчитываться по установленным нормативам, исходя из фактического количества проживающих в квартире. Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо предоставить в управляющую компанию документы из военкомата, подтверждающие мобилизацию. Сегодня в Козыле стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Сколько площадок организовано и какое количество участников принимает участие в чемпионате, расскажет наш корреспондент. В этом году на восьми площадках пройдут конкурсные испытания чемпионата по 21 компетенции. Основной площадкой соревнований стала школа номер 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья, где участники соревнуются в трёх категориях – школьники, студенты и специалисты. Общее количество участников – более 120 человек. В их числе 83 школьника от 14 лет, 37 студентов и 27 специалистов, работающих в разных сферах деятельности. Все площадки у нас оборудованы и все дети обеспечены своими расходными материалами при участии на конкурсе. По всероссийским требованиям сейчас ставится задача, чтобы была единая обеспеченность оборудования, поскольку на всероссийском этапе уже будут проходить по совершенно новым оборудованиям. Поэтому мы в республике и стремимся, и развиваемся, и продолжаем это движение, потому что это движение освещает именно для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одной из компетенций чемпионата является обработка текста. Это процесс ввода, редактирования и форматирования текстовых документов. Умение правильно и грамотно создавать текстовый документ востребовано во многих отраслях. Специалист по обработке текста нужен в типографиях, издательствах, дизайн-студиях, рекламных агентствах и любой полиграфической компании. Для работы используются программно-вычислительные средства. Мы проходим конкурсное задание, которое нам присылает город Москва. И выполняем четыре модуля, которые ребенок должен выполнить последовательно. И за два часа он должен завершить эти четыре страницы. На каждую страничку дается 30 минут. Но здесь это не обязательно, потому что ребенок сам контролирует свое время, насколько у него уйдет минут на определенную страничку. Дмитрий Медведев, ученик Черпинской школы-интернаты, рассказал, что для него выполнение заданий данной компетенции не составляет труда. Я участвую в чемпионате уже два года. Мне очень нравится обработка текста. Я хочу, когда вырастем, хочу стать юристом. Напомним, что «Обилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого является создание системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц ОВЗ к получению профессионального образования, содействию их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Сегодня, 17 апреля, в рамках Международной выставки «Форма Россия» состоится концерт «Мы – дети Черголова», посвященный столетию народного артиста СССР, основоположника тувинско-симфонической музыки Алексея Бактаевича Черголова. В программе «Тувинские народные песни», вокальные произведения великого композитора, хоровые аранжировки тувинских народных песен. В концерты примут участие творческие коллективы Козылского колледжа искусств имени Алексея Черголова, фольклорный ансамбль «Чангахая», художественный руководитель «Заслуженные артисты Республики Тува», народный хромежи Айхан Оржер, фольклорный ансамбль «Сайдаяк», художественный руководитель «Заслуженные деятели искусств Тувы», почетный работник в сфере образования Российской Федерации Алан Маканул, вокальный ансамбль «Академия», художественный руководитель «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», заслуженная артистка Республики Тува Эльвира Дукулак. Полномочное представительство Тувы в городе Москве приглашают жителей республики голосовать за наш стенд на сайте Россия. В опросе каждый из участников сможет отдать свой голос по номинациям. Лучшее из лучших, самое оригинальное, сохранение традиций, лучший интерактив и другие. В исправительной колонии строгого режима номер один, которая находится в Козыле, организовали персональную выставку Радамира Балгана. Художник представил более 130 работ. Какие именно, расскажет наш корреспондент. На выставке представлено более 130 работ. Это портреты туинских добровольцев Великой Отечественной войны, военнослужащих боевых действий последних лет и специальной военной операции. Сейчас находимся в колонии номер один по приглашению и по инициативе руководства администрации колонии номер один, чтобы здесь проводить мастер-класс и мастер-класс по рисованию портрета человека и заодно провести выставку наших героев, погибших за родину и участвующих в Великой Отечественной войне и всяких конфликтах локальных. И вот сейчас проводящиеся специальные военные операции, герой и портреты героев сюда занес, чтобы провести выставку здесь оседённых. В мастер-классе приняли участие пять человек, а выставку посетили все осуждённые из проявительного учреждения. Такие персональные выставки не только показывают талант художника, но и напоминают осуждённым о важности свободы творчества и возможности самовыражения через искусство. Ведь это вдохновляет их на осознание ценности каждого человека и его способности, независимо от обстоятельств. В первую очередь хочу отметить, что Радамир Михайлович не забывает наших героев, которые отдали свою жизнь, бесценную жизнь, защищая нашу родину во время Великой Отечественной войны в Афганистане, в Чечне и в специальной военной операции, которая сейчас идёт. Также хочу выразить свою благодарность, что он приехал, показал нам, как всё это рисуется, мастер-класс показал нам. Это мероприятие, очень полезное. Я считаю, что скрывает и пробуждает скрытые таланты в человеке. Например, я вот когда до этого сюда попал, я не знал, что могу рисовать. Воспитательная работа с осуждёнными играет важную роль в исправлении их поведения и воспитании у них новых ценностей. Этот процесс направлен на переосмысление совершённых ими действий, развитие самоосознания и навыков, способствующих успешной адаптации в обществе, после отбытия наказания. Патриотическое воспитание направлено на развенчивание равнодушия, эгоизма, лже-патриотизма. В этих целях был приглашён к нам уважаемый художник Балган Радамир Михайлович со своей выставкой. И мы выражаем большую благодарность, что он не забывает про осуждённых, про людей, которые оступились в своей жизни. Помимо этого, состоялась выставка изделий, которые производят сами осуждённые. В основном, это площадка для создания новых контрактов, где должны рождаться контракты. А также здесь присутствуют представители муниципалитетов, федеральных органов, дополнительной власти, госвласти, а также коммерсанты из бизнес-сообщества. Продукция в основном бытовая, а также работаем на услуги. Услуги в основном это по ремонту автотранспорта, есть и услуги по ремонту сельхозтехники, ну и для изготовления железных кованных изделий. Персональная выставка Радамира Балканова из правительной колонии строгого режима номер один в Козыле стала настоящим событием для осуждённых. Её посещение позволило окунуться в удивительный мир творчества, наполненный эмоциями, символикой и философией. Картины художника открывают новые грани восприятия и заставляют задуматься о глубоком смысле искусства. В наше время всё больше предпринимателей и компаний обращают внимание на возможные закупки производственного оборудования из Китая. Это неудивительно, ведь китайские товары часто отличаются высоким качеством и доступными ценами. Подобные услуги предоставляет индивидуальный предприниматель Кушкошол Кулер. Более подробно смотрите в нашем сюжете. Китай известен своими производственными мощностями и передовыми технологиями. Многие китайские компании внедряют инновационные разработки для производства оборудования, что обеспечивает высокое качество продукции. Одним из его основных преимуществ является доступная цена. Четыре-пять лет назад я начал анализировать внутренний рынок Китая, как она образовалась вообще и почему там цены дешёвые, почему там производство во всём мире на первом месте, почему у них очень развитая, высокая экономика там развита и так далее. То есть я подчихоньку ознакомился с директорами, руководителями разного рода завода, фабрик. И в итоге приглашение получил от завода, фабрик разного рода. И где-то в начале, до 1 марта я границу пересёк. И вот начал уже ездить по Китаю. Благодаря особенностям производства и экономическим условиям в Китае цены на многие виды оборудования остаются конкурентоспособными. Китай предлагает огромный выбор различных видов оборудования, что позволяет подобрать оптимальные решения для конкретных производственных задач. Независимо от отрасли здесь можно найти подходящее оборудование, отметил «Кошка Жолкулар». Если у клиента есть какие-то сомнения, у нас в Китае есть инспектора, тоже специальная такая должность есть. Они едут на любую точку города, Китая, ездят туда, именно проверяют качество товара, во-первых. Это потому что через сайт или удаленно же не пошупаешь, не посмотришь, сам правильно, надо кого-то туда отправлять. Вот инспектор туда ездит, смотрит и свои заключения сделал. Только после этого можно уже как бы мы с ними заключаемся, да, вот контракт. Отметим, что развитие производства и разных отраслей в нашей республике дает возможность создать еще больше рабочих мест для местных жителей. Чтобы обновить парк оборудования, расширить производственные мощности или запустить новый проект, можно воспользоваться услугами «Кошка Жолокуллера». Он поможет подобрать оптимальные решения, учитывая все требования и бюджетные ограничения. Закупка производственного оборудования из Китая – это не только выгодное вложение, но и шаг к современным технологиям и развитию бизнеса. Это были все новости к данному часу. В студии был Дэжусат. До встречи в эфире.